В Анапе провели совместный прием граждан, депутат Госдумы, председатель ЗСК и мэр курорта. Иван Демченко, Юрий Бурлачко и Василий Швец ответили на вопросы жителей города и сельских округов по организации дорожного движения, приватизации жилья метработниками, земельно-правовой документации. Игорь Ключинский попросил об обустройстве переходно-скоростных полос при повороте налево на аварийно-опасном участке дороги Крымск-Джигинка. Нам, чтобы заехать, нет полосы торможения и полосы разгона. То есть я еду по трассе, сзади камазы, мне надо налево повернуть, я остановлюсь и молюсь. Просьба как-нибудь нам помочь, чтобы поможем. Спикер Краевого парламента отметил, что несмотря на то, что бюджет на этот год уже сформирован, в июне будет корректировка и часть экономии средств направят на организацию дорожного движения на этом участке. Поручим профильному комитету ЗСК вместе с Министерством транспорта и Кубань-Автодором обсудить создание на дороге разгонной полосы, отметил Юрий Бурлачко. Поручение будет профильному комитету законодательного собрания пригласить Кубань-Автодор, пригласить Министерство транспорта, дорожного хозяйства и совместными усилиями обсудить, но это недоработка их. Главное, что понятно, Иван Иванович, что в этом году мы постараемся. Врач скорой помощи Анапы Олег Абраменко поднял вопрос о нормативно-правовом акте, который бы позволял медработникам приватизировать служебное жилье. Юрий Бурлачко отметил, что сегодня в регионе принимается много мер по поддержке медиков, в том числе по улучшению жилищных условий. Данный вопрос также будет предметно рассмотрен на двух профильных комитетах ЗСК. Продолжение следует...